Сегодня в сфере сельского хозяйства Бурлинского района работает 279 субъектов, из них 247 фермерских хозяйств, 32 товарищества. Посевные площади в этом году составили 58 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители делают упор на кормовые культуры. В данное время кипит работа по заготовке кормов на зимний период. Мы встретились с аграриями непосредственно на полях, чтобы расспросить о ходе работ. Также они поделились своим опытом по применению новых технологий. 8 крестьянских хозяйств в Бурлинском районе используют технологию электропастух. Но обо всем подробнее. Электропастух – это устройство, состоящее из аккумулятора на солнечной батарее и электрической изгороди, через которую проходит ток. В результате, если животное идет не туда, куда надо, получает болезненный удар. По словам сельхозтоваропроизводителей, после такого опыта скот уже не пытается повторить попытку. Едыге Мурзагалиев использует электропастух 6 лет. Огорожена площадь почти в 3,5 тысячи гектаров. Ранее в сезон он нанимал трех пастухов. Зарплата каждого из них составляла не менее 150 тысяч тенге в месяц, не считая содержания. Оборудование финское, Олли, брали мы в Караганде. У меня телефон, и все, уже 6 лет с ними пользуемся. Без нареканий вообще. Ну, надежная система, техника, как можно сказать. Ну, насчет того, что, как выгодно, да. Ну, как выгодно, купили мы где-то 6 лет назад, обгородили где-то около 3,5 тысяч гектар в общей сложности. Ну, примерно, я там точно не знаю, где-то так. И обошлось нам это где-то в районе около 3 миллионов. Три участка обгородили. Посередине большое, по краям чуть поменьше участки. И разделили, ну, все равно делить надо же. И вот скот ходит. Ну, экономим на пастухе, во-первых. Ну, все равно пастух нужен, он проверяет, смотрит состояние, ну, состояние скотины, болезни всякие же бывают. Ну, в общем, один человек, например, справляется с тремя стадами. Стадо уже привыкшее, знает, что это ток, ударилось. Я прям вот, ну, отзыв хороший от меня. Уже сколько лет, ну, плотно мы вот три года занимаемся вот этими тремя ограждениями. Ну, нет, нет, там 2-3 недели я проезжаю, периметр смотрю, обрыбы бывают. Потом, что хорошо. Наш скот, например, он постоянно на своей территории не выходит никуда. Единственная проблема, я заинтересован, конечно, чтобы люди тоже ставили, окружающие наши. И такие же фермера, как мы, и частники. Ну, частники нет, наверное, но хотя бы наши коллеги, если так вставили бы. Ну, они уже заинтересованы, и в этом скот не будет уже мешаться. В общей сложности крестьянскими хозяйствами района приобретено 70 километров электропастуха. Оборудование закупают как в Казахстане, так и за рубежом. По отзывам, отечественное ничем не уступает в качестве иностранному. Кроме того, четверть суммы при покупке такой техники животноводческим хозяйством компенсирует государство. Мы сейчас находимся на хозяйстве Морзоголи, крестьянном хозяйстве Морзоголи. Данное хозяйство, вот вы сейчас видите, электропастух, оборудование такое, применяет это оборудование с 2015 года. Сейчас, например, для пасть бы 600 голов, которые имеются в этом хозяйстве скота, потребовалось по не менее 3-4 пастухов. А хозяйство обходится силами одного оператора, который следит за целостностью и поддерживает в рабочем состоянии электропастух. Ну и электропастух там имеет массу преимуществ. Одно из них, например, это предотвращает вырождение пастбища. Очень же предотвращает это полезное кража скота, рабочее время экономит. Тем более сейчас при приобретении электропастуха предусмотрены государственные меры поддержки в виде субсидий в объеме 25% от стоимости. Ну и в нашем районе сейчас 70 километров электропастухов хозяйствами приобретены, 70 километров электрическое ограждение, огорожено 6000 гектаров пастбища. Порядка 2000 голов скота сейчас под электропастухом сейчас выпасается. Ну как я вначале говорил, это можно широко использовать, научно использовать пастбище обороты, предотвращая деградацию пастбища. Ну и также в нашем районе сейчас активно развивается растеневодство и проблема потравы посевов очень актуальна. Сейчас ряд хозяйств применяют эти электроограждения для ограждения посевов, например, КХ Щербаков. Ну, нам неоднократно были направлены предложения, чтобы для растеневодов тоже субсидии предусмотреть. Ну, однако, на сегодняшний день, думаю, надеюсь, в будущем этот вопрос решится, на сегодняшний день при ограждении посевов, приобрести эти электроограждения, субсидии не получают, не предусмотрены. Валерий Щербаков специализируется на растеневодстве – рожь, пшеница, сафлор. Площадь пашин составляет 1152 гектара и 290 сенокосных угодий. На решение использовать электроизгородь повлияли убытки от потравы посевов чужой скотиной. Не один год шли споры с местными животноводами и пастухами об ответственности за вольный выпуск скота. Сейчас проблема решена благодаря современным технологиям. Приобрел в городе Волжском, в России. Но устанавливать пришлось самим, потому что они в прошлом году, 1 мая, пандемия, не смогли приехать. Но деньги выслали остальные, честно, назад все, которые не отработали. 2000 года или 2020? А, 2020 года я немножко перепутал, да. Сколько километров? Так, километры, 15 километров, 300 метров, 1100 гектар. Сколько времени ушло на установку? На установку? Три дня. Три дня три человека. Что можете сказать об эффективности? Это стопроцентная эффективность. Дальше двух метров скот не заходит ни кони, ни скот, ни бараны. Они пока своей массой натягивают, проволоку идут, ток бьет, она рвется, они назад убегают и все. Только что мы сделали, раньше пропускали мы на каждом столбе, есть петелька, не фиксировали. Через 100 метров столбы. И метров в 500-600, как утащат, нету в том. И начали на каждом столбе фиксировать. Ну, оборот делаешь. Если порвет уже, только этот прогал 100 метров, починил. И все. Вы вообще бы посоветовали, чтобы оборотом... Я посоветовал это чабанам, чтобы они... Так они должны на своем пастбище пасти скот, а не я от них прятаться. В поле прятать свое. Они с 93-го года в нем потравили, это моя родная. Вспоминать мне охота. Растеневоды района сетуют лишь на единственный минус. Использование электропастуха в качестве изгороди для охраны полей от потравы не субсидируется государством. В остальном же оборудование полностью оправдывает все затраты. В Бурлинском районе аграрии стремятся убрать сено в срок, пока травы не высохли и не потеряли питательные свойства. В последние годы заметен интерес сельхозтоваропроизводителей к увеличению поголовья племенного скота. На сегодня уже 54 хозяйства имеют породистый скот. Поэтому уделяется внимание севу и однолетних трав. От содержания и разнообразия кормов зависит качество мясной и молочной продукции. В крестьянском хозяйстве Аманат следует правилам хорошего корма. Проект молочно-товарной фермы требует повышенного внимания к питанию черно-пестрых буренок галшкинской породы. Хозяйство выращивает многолетние и однолетние травы для заготовки грубых, сочных кормов и комбикорма. В хозяйстве 150 голов. Планируется увеличить поголовье до конца года. Поэтому корма заготовляются с расчетом на будущее пополнение. В данный момент завершены уборочные работы на 80%. Готовим разные корма, грубые корма, то есть сены, в том числе суданку, многолетние сены. Многолетние сены у нас житняк, люцерный, спорцет и однолетний суданка. Готовим для горов сочные корма из кукурузы, из сорги и вот комбикорма, то есть пшеница, ячмень, жмых, шрот и из таких кормов. На сегодняшний день у нас в хозяйстве работает на Павле 6 человек, механизаторы. Днем и ночью сейчас ведутся работы по перевозке и по этим. Пересует сену и по перевозке сейчас. Подходит к концу заготовка кормов и в ТО агрофирма Батыс Ед. Сельхозтоваропроизводитель планирует закуп коров породы Момбильярд молочного направления и увеличение посевных площадей. На данный момент из 800 гектаров пашин 500 засеяны ячменем, 300 же готовятся для посева озимых. На данный момент где-то около 4000 тюков есть, небольшие 20-килограммовые. И в рулонах порядка где-то больше 500, не считали еще, собирать будем. В дальнейшем планируем к осени закуп скота, строительство фермы. Так что планы большие. Доводить площадь увеличить, посевные площадь увеличивать надо. Потому что при малой площади это неэффективно. На данный момент у меня 800 гектар, 500 посева ячменем, 300 готовим под озимой. Идем культивацию. Зимой для того, чтобы сохранить кадры, обязательно нужно держать скот, потому что в весне механизаторов снова трудно собрать. Зимой обычно у меня вахтами работают, неделя работают, неделя отдыхают. Зарплату будем вовремя, питание четырехразы бесплатные. ГСМ есть. Через фонд ДАМУ взяли два тяжелых трактора МТЗ-2022, пассивной комплекс Алькор взяли и комбайн Джундир. Должен подойти уже на эти недели, для конца месяца может. Общее поголовье скота в Бурлинском районе составляет более 27,5 тысяч голов. Для такого количества корм должен быть в достатке. Опыт других регионов показывает, что к заготовке кормов нужно относиться серьезно. При необходимости излишки возможно реализовать местному населению. На сегодня заготовлено 22% от заявленного плана. У нас в районе сейчас активно идет кампания по заготовке кормов. Мы планируем в этом году встать на зимовку с условным поголовьем в количестве 27,5 тысяч. На сегодняшний день мы от запланированного 22% заготовили. Но опыт прошлых лет показывает, что опыт соседних районов, что нужно заготавливать кормов в большем размере. И для себя мы поставили план 85 тысяч тонн. Это полуторагодичный запас. Ну и практика показывает, что нужно переходить более к интенсивным методам заготовки. То есть в последние годы у нас разлив половодия, разлив рек не случался последние три года. И сейчас мы больше и больше переходим на выращивание многолетних трав. Хотя это на лугах и урожайность выше. Но и все площади, которые занимают многолетними травами, они могли бы быть заняты зерновыми культурами. Однако это необходимость у нас на сегодняшний день в выращивании многолетних трав. И вот ряд хозяйств сейчас уже приступили к выращиванию однолетних трав, таких как суданка, кукуруза. И есть еще несколько хозяйств, которые планируют в будущем выращивать суданку. Потому что она дает три укоса не менее, и урожайность выше, и качество кормов намного выше. Поэтому такая необходимость настала. На весенние полевые работы Бурлинскому району было выделено 700 тонн удешевленного ГСМ по цене 161 тенге за литр. На сегодня техническое оснащение крестьянских хозяйств позволяет им закончить заготовку кормов в срок. Все зависит от погодных условий. Впереди у аграриев уборочные работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok